Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси и вы смотрите передачу Шикарные позиции, выпуск 62. И первое местоположение находится на карте Камарин в квадрате G3. И вам потребуется танк с крепкой башней и хорошими углами вертикальной наводки. И тут за счет рельефа местности вы можете отлично вытанковывать башни и наносить противникам урон. Отсюда вы особенно хорошо сможете простреливать врагов, которые едут к сломанному коровнику, что бывает довольно часто. Ну и также вы отсюда подсвечиваете, что тоже очень даже полезно, особенно если никто другой больше это не делает. Ну и самое главное, вы вытягиваете врагов на себя, они конечно агрятся, пытаются вас уничтожить, но вас наверняка прикроют ваши союзники. Но есть значительный минус, тут легко простреливает арта, и учитывая то, что тут вы мало двигаетесь и часто светитесь, арта гарантированно по вам попадет. И это конечно большой недостаток. Но в принципе, в целом место отличное, и если арты нету, вполне можно сюда поехать и отлично потанковать, подамажить и посветить противников. Далее у нас идет точка на карте Монастырь в квадрате F7. И сюда лучше всего ехать на быстром и легком танке, например на Т71. И прежде чем сюда ехать, я советую вам посмотреть, чтобы ваши союзники тоже двигались к этому направлению, чтобы они могли вас поддержать, если что. И тут вы можете вот таким вот образом немного пострелять, но главная ваша задача это отвлекать врагов, которые приехали в кишку. Ну и естественно вы можете их дамажить, когда они отвлекутся. Естественно данное место не самое безопасное, потому что враги при желании могут сюда легко забраться и уничтожить вас. Но в принципе тут есть место для отступления через центр, и вы сможете через него вернуться на свою базу. Также тут есть укрытие в виде домика, который закрывает вас от арты, и рельеф местности закрывает вас от танков. В целом позиция отличная, для легкого танка вполне подойдет, чтобы патролить врагов. Следующая позиция находится на карте Эльхалу в квадрате С7. И тут вам потребуется помощь союзников, чтобы сюда заехать. В зависимости от скорости вашей машины, вы будете забираться сюда или долго, или довольно быстро. И тут вы сможете отлично простреливать центр карты, а также квадрат А3. Когда там противники будут давить, вы сможете отлично им накидывать. Сюда лучше всего ехать на ПТ-САУ с мощным орудием, например на ИСУ-152 или на Объекте-704. И отсюда вы сможете отлично стрелять по врагам, и при этом засветить вас будет крайне сложно, потому что до врагов очень далеко. Кроме того, отсюда вы простреливаете огромную территорию. Поэтому вы почти всегда сможете найти, по кому пострелять с этой позиции. Может быть какой-нибудь враг решит поехать по центру, и вы дадите ему плюшечку. Но мне больше всего нравится, что отсюда вы сможете простреливать квадрат А3, где очень часто атакуют противники, и опять же вы сможете легко по ним стрелять. Потом у нас идет местоположение на карте Ласвилд в квадрате Д2. И туда лучше всего ехать на танке с крепкой башней и хорошими углами вертикальной наводки. Может быть к вас под это описание не совсем подходит, тем не менее он тут тоже вполне хорошо сыграл. И тут вы сможете эффективно дефить ущелье. Противники, которые будут подниматься, получат от вас плюшку, а дальше вы спрячетесь за камень. За счет неровного рельефа вы в принципе можете спрятать корпус и играть от башни. Но основная тактика тут строится на том, что вы даете шот по противнику и потом прячетесь в укрытие. Доставит это тут арта. Скорее всего она не очень хорошо может тут простреливать, потому что все-таки мешает камень, но иногда попасть по вам может. И все зависит еще от того, какая арта. ФВ-304 конечно везде достанет. Это направление очень популярно среди неопытных игроков. Они очень часто сюда едут и просто сливаются тут. И поэтому вы скорее всего всегда сможете тут хорошо пострелять. Дальше у нас идет очень агрессивная тактика на карте степи в квадрате Е1. И туда стоит ехать на быстром танке с крепкой броней, например на объекте 140. И сюда даже добираться опасно. Но зато тактика очень веселая и может быть эффективной, если ваши союзники вас поддержат. Если нет, то вас очень быстро тут разберут. Но в принципе при поддержке союзников данная тактика позволяет повлиять на исход боя. Главное, чтобы вас прикрывали. Тогда враги не смогут на вас выйти. По ним будут стрелять. И тогда вы сможете троллить врагов, светить их, дамажить. И они не смогут нормально обороняться. И в итоге их легко продавят. Таким образом, скорее всего, вы очень быстро победите в бою. И получите массу положительных эмоций. Если, конечно, все получится. Далее у нас идет довольно обычное местоположение для среднего танка на карте Тихий берег в квадратах Д1-Ц1. Но почему-то мало кто-то сюда едет. Хотя это место позволяет отлично простреливать ближайшую территорию. Вот, например, можно стрелять по врагам, которые находятся под мостом. И при этом у вас торчит лишь одна башня и по вам сложно попасть. Несомненно, тут достает арта. Но, в принципе, тут довольно много места. И вы можете двигаться после засвета. И тогда арте сложно будет по вам попасть. Также вы можете проехать дальше. И тут открывается отличное место, где вы можете подсвечивать противников. А также отлично их дамажить. Так как вы находитесь на возвышенности, вам легче пробить противников. Неприятелям же очень сложно по вам попасть и пробить вас. Поэтому вы можете довольно долго тут находиться, высовывать лишь одну башню, если у вас маленький танк, и расстреливать противников. В целом, довольно простая тактика, но очень эффективная. И я удивлен, что ее в рандоме используют не так-то и часто. Потом у нас идет небольшая позиция, которая позволяет немного пострелять на халяву без потери прочности. Едете в квадрат Б8 на карте Песчаная река. И тут вы можете сделать несколько выстрелов по проезжающим противникам. Также, если повезет, можно пострелять в борта какому-нибудь врагу, который встал и не ожидает, что кто-то будет стрелять в него. Естественно, для данного места понадобится быстрый танк с хорошими углами вертикальной наводки. И последняя у нас позиция для маленькой шустрой арты FV304, которая везде достанет. И карта у нас Тундра Квадрат G8. Отсюда вы сможете легко простреливать врагов, которые забираются на горку. И при этом, даже если они подожмутся к укрытию, вы все равно сможете по ним легко стрелять и наносить урон. При этом неприятели совершенно не ожидают, что их тут достанет арта, потому что они все-таки стоят за горой. И вы сможете легко прицелиться и пробить их в корму или в бартан. В целом, место отличное, арта, конечно, читерская. И на этом все, друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данное видео вам понравилось. И не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Надеюсь, у вас все будет хорошо. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok